здрасте мои дорогие чикарцы я приветствую вас но прежде чем я представлю своего гостя я хочу сказать пару слов о том что о том что в россии существует цензура об этом уже не говорит только ленивый но то какие дикие формы она принимает об этом расскажет мой гость один из топовых блогеров рунета александр торн добрый день саш объясни пожалуйста вот мы знаем что недавно твой канал заблокировали причем заблокировали полностью без каких бы то ни было страйков на ю тубе а потом восстановили что произошло вот расскажи пожалуйста что это за дичь стоит за дикая история но начнем с того что немножко не так не заблокировали а заблокировали возможность выпускать видео то есть каждое видео которое я выкладывал она автоматически удалялась спустя 23 минуты времени произошло это после того как я высказался на тему смертной казни в россии да на ролик сразу налетели известные кремлеботы но до следующий день ролик этот был удален с возможностью апелляции которая кстати никак еще не завершилась ну а все последующие ролики удалялись автоматически спустя 23 минуты все это дело отвисло спустя чуть более чем сутки неизвестно по какой причине сам youtube никаких вразумительных ответов не дает они вообще делают глазки вот такие говорят о том что мы не видим проблем с вашим каналом все в порядке покажите нам видео с каким у вас возникает какие-то проблемы я выпускал видео пытался выпустил 7 видео до в одном из которых в последнем я уже решил немножко уже постепаться я сел с иконой в руках по краям были портреты путина и медведева так я просидел три минуты молча в кадре и это видео также было удалено поэтому вот такая вот такая вот история случилась именно с моим каналом по поводу блокировки каналов прям полного удаления тоже существуют естественно примеры и вообще далеко не один сейчас не будем углубляться в название каналов буквально позавчера удалили еще один очень большой канал который в три раза больше чем мой просто удалили просто удалили под предлогом того что есть такая функция в ютубе пожаловаться на автора по причине того что автор выдает себя за другое лицо поправка конечно на то что нужно предложить какие-то доказательства то есть ты говоришь я александр такой-то да вот мой паспорт да вот я личность да а вот есть человек и у него есть youtube канал он говорит что он это я но к этому же нужно приложить доказательства да естественно приложить такие доказательства невозможно если человек не выдает себя за другое лицо но человек естественно не выдавался за другое лицо но тем не менее канал был удален без всяких переговоров без ничего и через сутки восстановлен также непонятно вообще в связи с какими действиями потому что ни автор ничего не предпринимал никто ничего не предпринимал поэтому если ты хочешь спросить меня о том вообще что происходит с нашим так называемым оппозиционным youtube я тебе могу сказать что это новый новый тренд новый тренд да это классическая путинская обкатка она она укладывается в тот тренд противостояния протестному движению в россии которая который был запущен летом этого года до митинге 3 августа которые жестко разгонялись известное московское дело в котором уже ой дай бог уж 15 фигуронтов сколько и люди сели на реальные сроки то есть что происходило до этого ну там винтили навального сажали в автозаке по тысячи человек отпускали в тот же вечер говорили ребята не ходите на митинге такая такой превентив перед следующими митингами а чтобы люди просто боялись ходить на эти митинги но путинская администрация в лице и идеологов кремлевских технологов они как они как обучающиеся нейросеть они смотрели они всегда смотрят какие действия предпринимаются в ответ на их силовые действия до в ответ на их беззаконие и придумывают всегда какие-то новые новые ходы в августе это это этот рубик он дал был перейден он был перейден и мы окончательно вступили в фазу настоящих настоящих репрессий настоящих репрессий когда атакуют по всем фронтам атакуют людей невиновных уже даже было доказано что что значит не касался да кирилл жуков шлема росгвардейцы да но у него не удалось коснуться тот голову откинул все уже даже не касался но мы вошли в новую эпоху противостояния путинского режима протестным протестным акциям протестным настроением то же самое происходит в среде информационной они начинают обкатывать новые методы противостояния нам взаимодействия с нами потому что что мы имели до этого мы дизлайки когда отгружаются просто до фура дизлайков так называемые мы имели ботов которые в комментариях рассказывали какой путин хороший а вы здесь значит расшатываете лодку до бузадеры они поняли что это не работает после если ты помнишь год назад после поднятия пенсионного возраста все оппозиционные каналы резко выросли очень сильно выросли аудитории она очень сильно подросла потому что ну наверное уже самые ярые путинисты пребывали в шоке от поднятия пенсионного возраста и они поняли что вот эти меры вот этот light style с дизлайками с ботами он больше не работает аудитория растет протестные настроения растут а улицу решили сдерживать по полной уголовными делами youtube начали сдерживать вот такими методами они просто начали удалять каналы они против просто начали блокировать а насколько это происходит системно еще конечно нет то есть это только начало это обучающаяся нейросеть она щупы она щупает а на реакцию во первых центрального с ютуба до который смотрит налоги смотрит на жалобы авторов смотрит а что вообще там происходит да и самое главное нащупает нас на то как мы будем реагировать на такие методы на удаление на блокировки они видят что мы друг за друга вступаемся тебе огромное юр спасибо ты первым выступил в мою поддержку еще очень много блогеров выступило наверное это сыграло сыграло какую-то роль потому что все потому что вся ситуация нашла по сценарию другого блогера до знакомого нам с тобой которому тоже сначала просто вот так вот блокировал удаляли все ролики до удаляли страйков не было и так в течение недели видимо шло какое-то внутреннее расследование в стенах российского ютуба который напоминаю располагается на улице балчу в здании газпромбанка носится прям про работы с кассы с этажа на этаж не заморачиваясь даже на такси в общем и через неделю канал был удален провели расследование решили что этот канал очень очень часто буза теорет и он не соответствует политике сообщества youtube с кавычкой да и папа под этим соусом канал удали моя ситуация шла по такому же сценарию но видимо потому что за меня много вступилось других блогеров мне повезло не совсем потому я напомню сценарий вот мы все знаем что достаточно употребить в названии в описании в тегах такие слова как навальный путин пригожин золотов кадыров от сатара от сатара тут же автоматически такой ролик попадает под лупу условно но твой ролик я вот напомню нашим зрителям он назывался африканский пирог это был юмористический ролик где ни в описании ни в названии не в тегах не было слово пригожин кадыров путин золотов и так далее и тому подобное но именно после этого ролика твой канал и шандарахнули я задаю вопрос так получается что существует некий список я логику просто включаю некий список черный список оппозиционных каналов которые попадают под прессинг так приходишь понимать конечно смотри я я объясню то что вижу своими собственными глазами есть список как ты правильно а как ты правильно сказал потому что блогеры оппозиционные они тоже градуируются деть делится по степени тяжести того что они говорят и по степени того насколько они значит мочат да мочат путинский режим произносит ли они в принципе слова путин да потому что у некоторых блогеров просто такая политика я не говорю слову да можно сказать сказочный национальный лидер я кстати говоря это методы употреблять да я употребляю я употребляю знаешь на 8 статей уголовного кодекса за каждый ролик вот все-таки наверное подавляющее большинство она пытается пытается немножко подойти к этому к своим в своем видео в таком формате чтобы не не сильно там оскорблялись наверху это не про меня но большинство именно так делает поэтому вот по этой степени да и например мой канал например канал александра сотника камикадзе да они стоят вот в томе да это вот яду вот это наша троица такая да это абсолютный топ лахты да за которыми следят за каждым роликом за каждым да и они смотрят на тенденцию они смотрят на перспективы они смотрят на популяризацию а все это дело фиксируют анализируют они смотрят как продвигая как как в каком вообще стиле работает человек потому что да я напомню что по мнению международной международной организации химнарой сводч да сатира сатира юмор да он стоит на первом месте по степени угрозы режиму да если мы вспомним советский союз то что он самое страшное было анекдоты про сталина анекдоты про стали почему почему анекдот вызывает такую реакцию у тоталитарных авторитарных режимов потому что анекдоты юмор сатира они десакрализируют власть а из испокон веков с древнейших времен да что такое царь что такое правитель это лицо которое ассоциировалось с каким-то богом да тысяча лет до тысяча двести лет до нашей эры в том месте где ты сейчас проживаешь да в местах северный израиль да южная ордания там были вот эти кочевые народы которые с приходом моисея осели да начали вести оседлый образ жизни у каждого народа был был свой бог да личный и у каждого естественно был свой царь и вот каждый царь каждый правитель каждого народа он ассоциировался с конкретным богом и все это ассоциировалось с тем что вот этот царь он с помощью бога победил какое-то чудовище для россии я тебе больше скажу в египте в древнем египте назвать фараона по имени простолюдину это было уже секир башка курдюк хана надо было его называть жизнь здоровье сила все это означало что ты а предсказал фар ну назвал фараона то есть даже по имени нельзя называть он согласен да 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 правитель царь он всегда ассоциируется с богами он помазан это уже это уже конструкцию транслирует и путинский режим постоянно навязывает то что путин это помазанник божий спаситель руси а вот и естественно десакрализация вот этой конструкции божественности путина это для них самая главная опасность для них даже не опасно выплывание какой-то вскрытие информации да например то чем занимается навальный в основном а потому что но мы уже настолько получили а к этому иммунитет на каждый день свыше там 5 миллиардов там у этого три миллиарда у этого мы это пропускаем вот в одно ухо влетело в другое вылетело потому что для нас это абсолютно нормальность типичность да типикал вот а когда идет юмор когда идет сатира тем более он распространяется лучше юмор лучше всего распространяется в сети это наносит им наибольший по их мнению урон поэтому сатира стоит на первом месте и естественно сатириков таких как я таких как сотник да их их пытаются заглушить сильнее всего если ты заметишь когда вы вступились за мой канал каждый выпустил какой-то ролик что произошло на твоем ролике видел сколько 10 тысяч просмотров а вот мы проанализировали эту ситуацию с другими роликами на всех где люди меня за меня вступались были срезаны просмотры да я тебе больше скажу на определенное время от трех до пяти часов просмотры вообще вот я на слайдметре смотрел ровная горизонтальная прямая заморожены просмотры были полностью ну да и меня ну ну не бывает так что лайки дизлайки растут а просмотров нет ну так не бывает объяснить наверное нашим слушателем что у нас есть возможность да у нас есть сервис посмотреть как идет видео с течением времени мы видим что лайки растут да по обычной обычные по обычному графику при этом просмотре вообще стоят намертво это происходит а раньше происходило это на каких-то очень сильно резонансных роликах на заре так сказать формирование пригожинской вот этой вот системы потом это тенденция значит она легла вообще в основу их борьбы с нами замораживались просмотры вообще на всех роликах теперь они смотрят выборочно на на блогеров и по этому списку кого успевает да вот мы всегда те кто в топе мы всегда на срезе всегда потому что понимаешь количество блогеров увеличивается количество роликов растет у них просто не хватает ресурсов вспоминают вот эту игрушку с лягушками которые выскакивают да и нужно молоточком бить они просто они просто уже стали не успевать поэтому естественно у них есть приоритет и в суде по этим приоритетам до меня что меня ждут не лучшие времена у сотника уже как ты видишь от 450 тысяч на канале просмотры колеблется от 50 до 80 все да что говорить у камикадзе почти 2 миллиона подписчиков его количество его просмотров с трудом превышает 200 тысяч у меня сто двадцать тысяч на канале подписчиков количество просмотров с трудом превышает десять тысяч но чё такое но это явно это вмешательство ручное еще раз говорю это не самое страшное потому что самое страшное как раз вот это новое и новые технологии простого в лоб удаление канала блокировки видео они обкатывают это они смотрят реакцию и а они обучаются как мы реагируем и их следующий какой будет следующий шаг они его тоже обдумывают то есть а все все будет ухудшаться нас тут совсем нелегкие время но я не понимаю другого ну хорошо youtube читай google это американская компания почему вот так реагирует слабо соединенные штаты ты прекрасно знаешь youtube или фейсбук или даже по-моему они а вместе как они реагировали на протесты в гонконге они запретили видео протеста в гонконге просто запретили поэтому смотри здесь эти прям вот быстро поясню youtube google facebook это бизнес они одни меняют мир у них везде плашка значит на входе мы меняем мир в силиконовой долине вот на самом деле они просто делают деньги и авторитарные тоталитарные режимы если они если youtube и facebook будет соблюдать свою политику свободы до в этих местах и противостоять тому беспределу беззаконию которая творит местная тоталитарная администрация тоталитарная администрация их просто закроет у себя в своей зоне зачем зачем им это надо но пускай там господи что-то там происходит они просто закрывают на это глаза потому что это бизнес это просто сейчас бизнес вот и все саш теперь меня вопрос напрямую связанные с темой цензуры это дикий случай в забайкальском крае где рядовой рамиль шамсудинов расстрелял 8 своих сослуживцев будучи в карауле я напомню нашим слушателям что это парня ну подвергали жесточайшему прессингу там уже доказан факт дедовщины и при этом ему уже открыто сказали что после караула его изнасилуют извините но факты таковы и при этом министерство обороны союз так называемых офицеров россии и комитет солдатских ой извините я оговорился миль пардон комитет солдатских матерей он высказался за то что надо закрывать интернет есть какие-нибудь комментарии на эту тему да конечно ну начнем с того что комитет солдатских матерей высказался в лице руководителя организации восьмидесяти однолетней матери бабушки прабабушки солдатской она уже отстранена от своей должности но хоть где-то какое-то до общественное мнение побеждает в каких-то таких мелочах но в целом это конечно совершенно дикая ситуация хотя она и хотя она абсолютно типичная для для нашей российской действительности когда вообще все организации которые которые существуют только потому что им позволяют существовать прокладываются кода под администрацию потому что иначе как лев пановая пономарев со своим движением за права человека иначе их просто ликвидируют или и или как открытую россию ударковского в очередной раз не зарегистрировать за неправильно поставленных кавычек это было позавчера да да я больше скажу тут вообще вот сегодня стал известен вообще дикий случай что минюст потребовал ликвидации организации совет тейпов ингушского народа что такое совет тейпов ингушского народа это старейшины извините меня но это таким же успехом может запретить ингушским старикам носить папаху ну вот как так то есть вот до такого маразма доходит я полностью согласен с тобой это это отдельная большая тема мультикультурализма да она очень сложная мы имеем ситуацию мы имеем ситуацию с противостоянием двух двух мнений одно из которых является ложью о том что у нас нет дедовщина да и мнение о том даже не мнение о боли всего российского населения потому что российская армия это действительно более такая притча в языцах как дураки и дороги и всем всем прекрасно известно служил ты не служил женщина ты мужчина тебе прекрасно известно что там происходит как там происходит да и она же она же так было испокон испокон веков вот поэтому что что произошло произошла ситуация абсолютно типично причем она же не первый раз произошла это же повторение ситуации восемьдесят седьмого года с Артуром Соколаускасом один-в-один причем один-в-один Система же количество погибших Да Расстрель Вот меня наверное не склонен обсуждать вообще в принципе систему там кто должен быть наказан а почему не там какие головы полетят и так далее потому что ну вот в 638 году до нашей эры родился греческий царь Салон да который изобрел демократию но вот спустя 2600 лет уже неприлично да разговаривать о том а как оно там должно быть да ну неприлично меня больше интересует столкновение общественных мнений по поводу по поводу судьбы Шамсудинова да и люди зачастую не понимают что они обсуждают они не обсуждают самообороны или нет а сам дискурс смысл этого дискурса он заключается в том что имеет право человек себя защищать или не иметь да потому что опять же это тоже самое дело сестер Хачаториан по которому наша наша достаточно патриархальное общество российское высказывалось но дико для меня дико да убийцы убийцы почему убийцы потому что почему не сама баба не самооборона потому что сестры Хачаториан они знаешь не вышли по-пацански на честный бой с папочкой да когда он был значит в сознании не бросили ему перчатку не выбрали оружие вот это вот все а значит по крысятнически зарезали его во сне представляешь какие маленькие дряни они вышли на честный бой да вот и поэтому это не самооборона шамсудинов тоже не во время макания в унитаз да значит он не стал ждать представляешь какой представляешь какой молодец не стал ждать пока его вечером начнут насиловать да защитил себя превентивно вот поэтому дискурс это не о том самооборона или нет это конечно самооборона потому что это систематические унижение систематическое насилие систематическое ломание психики 18 лет человеку да а вот и он себя защищает так как ему это доступно потому что вступить опять же в честный бой столбой извини меня офицеров дедов там до боксеров и так далее но кто хочет так пускай так мы потом узнаем про результат хотя мы уже знаем да вспоминаем этот танкиста да который вернуться домой без ног и без половых органов в результате того что вступил в честный бой да с обидчиками ну а рамиль шамсудинов решил что ноги ему еще понадобятся в жизни и совершил то что совершил превентивно должен ли был он там разбираться до входе с автоматом в руках в полнейшей в полнейшем состоянии аффекта до кого он там зацепить за день и там и так далее но извините ребят не он это придумал не он это придумал и если пострадали невинные люди да они пострадали очень жалко он перед ними и перед их родственниками извинился он сказал я не хотел их убивать я друга своего зацепил я очень об этом сожалею но он не должен в этой ситуации знаешь и у него нету времени как терминатор проанализировал да кто где стоит и пошел там нет это все конечно происходит по-другому поэтому это вопрос о том может ли человек себя защищать и почему это глубоко политический политический вопрос как и дело сестер хачатурян потому что у путинского режима самая главная скрепа это то что вы не имеете права себя защищать от беспредел понимаешь это же нижний это нижний вот это с нижнего уровня идет мышление человек они формируют мышление мышление людей если в мышлении людей шам судина будет героем то люди подумают блин а надо же себя и правда защищать от беспредела и начнут защищать себя от путинского беспредела они не могут этого допустить и поэтому такие люди как шам суддинов и сестра хачатурян будут сидеть это это абсолютный сигнал всегда сигнал людям на это протестное настроение вы не имеете права протестовать вы не имеете права себя защищать а вопрос вот 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 мы подошли к главному вопросу а кто виноват вот формирование такого вектора мышления путинский режим или это наследие советского союза вот коммунистического коммунистической идеологии вот здесь мнения разошлись часть людей говорят не это путин виноват это путинский режим другие говорят нет это воспитал советский союз третий говорят это рабское мышление россиян шестисот и трехсот летние наследие крепостного права вот главный вопрос откуда ноги растут у проблема смотри это это в принципе глав главный вопрос наряду с тем что делать да 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 задается не в первый раз в истории российской а вот и я естественно я тебе просто хочу сказать что менталитет менталитет это не что-то не что-то генетическое да но это довольно но это довольно встроен сильно встроенная в человеческое мышление штука которая формируется большим набором обстоятельств воспитанием окружающей средой уровнем образования поступающей информации общественными институтами истории культуры да огромное количество вот этих вещей формирует менталитет и этот менталитет он формировался у жителей территории который сейчас называется россии естественно формировался столетиями я не буду здесь там углубляться там крепостное право не крепостное заше рабство это вообще абсолютно типичная вещь для всего человечества а вот но тем не тем не менее все человечество как-то от этого ушло по итогу поэтому я не склонен здесь вот крепостное право так и остались крепостными это все на уровне бла-бла-бла но я про то что каждый исторический этап в менталитет человека вносил свою лепту и все эти лепты но вот так нам не повезло что все эти лепты они были вот такого характера одного характера характер подчинения характера авторитета до характер сакральности это все вещи присущие попал по психи по психологической теории там спиральной динамики нижним уровнем мыши а вот и они сформировали менталитет и этот менталитет он был какой в советском союзе дал такой же остается и сейчас это не наследие какой-то определенной эпохи это сложившиеся веками штука под названием менталитет поэтому кто виноват никто не виноват юр так получилось так получилось что у американцев был вашингтон линкольн да мартин лютер кинг у англичан была маргарет тэтчер и так далее а у нас были николай второй сталин путина и далее по списку да вот если вы позволите я приму телефонный звонок добрый день вы в эфире добрый день добрый день добрый день скажите господа вы когда-нибудь смотрели full metal jacket ну так скажите откуда этого в америке давайте сегодня все-таки поговорим про россию потому что у меня общая ситуация знаешь у всех двойка и у меня двойка мам да у всех двойка меня вот это меньше всего вот это интересует давайте разговаривать про россию давайте расскажем я прослужил в россии и а в советском союзе я служил офицер а еще когда были в лагерях была тоже самая дедовщина и все если вы хотите сказать что это только в российской или советской армии это во всех армиях мира я вот что вам скажу уважаемый наш радиослушатель если в какое-то время люди ну я не знаю бель для того чтобы ответить друг другу они били друг друга дубинами это не означает что мы должны это делать сейчас и ссылки на традиции ну с моей точки зрения не вообще не выдерживают никакой критики если какое-то явление было в прошлые времена но сейчас она признано плохим это не знать что мы должны это продолжать я напомню одну вещь дело в том что менее ста лет назад антисемитизм в российской империи это было нормальное явление то есть люди которые не были антисемитами они были как белые воронами я больше того вам скажу до 1907 года изнасилование да да не кривить изнасилование она не было преступлением изнасилование то есть сексуальное насилие только в 1907 году на генуэзской конференции она быть стало военным преступлением ай только в 1921 году на второй генуэзской конференции она стала военным преступлением минуточку это что основание того же считать что если до этого тысячи лет сексуальное насилие оно было нормальным это что основание того чтобы всех насильников выпустить и их оправдывать мин пардон но это я бы хотел сказать пару слов по поводу того что наши радиослушатели сказал он сказал что он служил в советском союзе и там было насилие и это было во всех армиях мира то есть я не услышал от нашего радиослушателя что он служил во всех радио во всех армиях мира анатолий я тогда скажу что до того момента когда армия соединенных штатов стала контрактной армией в армии соединенных штатов было была дедовщина и она пропала после того когда армия соединенных штатов стала Я больше того вам скажу, я вот сейчас нахожусь в Израиле. Цахал это армия, которая формируется по призыву. В армии Цахал, в армии обороны Израиля, если бы вот такая ситуация произошла бы, как с рядовым Рамилем Шапсудиновым, тут полетели бы головы вплоть до министра обороны. Хотя такая ситуация, она вообще не могла бы быть, потому что достаточно было вот такому израильскому Рамилю Шапсудинову пожаловаться офицеру, тут бы, я вам гарантирую, мама не горюй, Саша, добавь все. Здесь две вещи. Мы обсуждаем классическое «да так везде», а мне кажется, уже в 2019 году тратить на такие комментарии время неприлично. И второе, это то, что все-таки по известной схеме систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Да, всякое бывало и еще 50 лет назад нью-йоркские полицейские громили гей-бары здесь, у меня в холодающем сегодня Нью-Йорке. Это разве значит, что США это жуткая страна, да, людоедская? Ну нет. Просто люди делают, общество делают выводы из своих ошибок и меняются. А получается так, что Россия не меняется. Именно об этом мы и говорим. Потому что, ну, человечество, да, это такое место, оно не всегда было приятным и остается местом во многих местах не очень приятным. Но оно меняется. Такова эволюция. Нельзя взять и просто сразу построить рань, да. Но какие-то общества к этому стремятся, а Россия к этому не стремится. И если нашего радиослушателя волнует не то, как развивается система, а то, что, значит, есть везде какие-то огрехи и недочеты, то ему следует пересмотреть подход к жизни, потому что жизнь это развитие. Я помню, согласен, я больше того скажу. 1861 год. Что произошло в Соединенных Штатах? Началась гражданская война между Севером и Югом. До этого рабство в Соединенных Штатах и расизм был нормальным. До 1900, если я не ошибаюсь, 31 года межрасовые браки в Соединенных Штатах. Это было уголовно наказуемым деянием. До 1900, если я не ошибаюсь, 65-го года. 64-го. Или 64-го. Виноват. В Америке был расизм. Ну и что? Были отдельные лавочки для белых, отдельные лавочки для афроамериканцев. Это было совсем недавно. Ты уже родился, да, наверное, Юрий? Я в 60-го года рождения. Ну, я в Америке не был. И тем более в 64-м году я этого помнить не могу, но я это знаю. И в том-то и проблема, что подход к истории, господа, вы поймите, что из истории надо извлекать уроки. Да, в Америке было рабство. Да, в Америке уничтожали индейцев. Это было. Но из этого та же Америка сделала выводы. В чем проблема России, вот с моей точки зрения? Мы не делаем выводов из своих же негативных вещей. Не мы, Юр. Не мы. Я хочу поправиться. Не мы не делаем выводов, а нам не дают делать выводы. Потому что если мы начнем делать выводы, мы вдруг поймем, что мы здесь власть. Да. Я, по-моему, с тобой согласен. Потому что реально, ну давайте так. Те же немцы. Давайте так. Было 12 лет нацистского морока в Германии. Для того, чтобы от него излечиться, для этого потребовалось 10 лет оккупации Германии державами, союзными победительницами. А потом только во второй половине 70-х годов уже окончательно придавили эту нацистскую заразу. Я напомню, что в начале 70-х годов в той же Западной Германии открыто действовала так называемая группа Хоффмана. Это откровенные неонацисты, которые считали Гитлера своим кумиром. Ничего. Потом приняли законы и сейчас, вот в данный момент, в Германии пропаганда нацизма, отрицание Холокоста. Это уголовное преступление. Да. Ну прошли. Ну сделали выводы. Ну в том-то и беда России, что не делаются никакие выводы. Больше того я скажу, что у нас сейчас происходит. У нас принят один из законов Яровой о том, что любая критика действий Советского Союза во время так называемой Великой Отечественной войны, почему я говорю так называемой, потому что это часть Второй мировой войны, это уголовное преступление. То есть нельзя признавать Катынский расстрел, нельзя признавать бездарность Жукова, который просто бросал людей на Ржевском выступе, нельзя признавать изнасилование двух миллионов немок во время наступательной операции на Берлин. Ничего этого делать нельзя. Вот мы к чему пришли. Но, дорогие друзья, мы уже, время нашей передачи подошло к концу. Саш, огромное тебе спасибо за интереснейшую беседу. Тебе спасибо. Спасибо вам, Анатолий, за помощь в проведении эфира. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваше внимание. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи!